В последнее же время двустороннее сотрудничество развивалось особенно активно, чему способствовали наши регулярные контакты с египетским руководством и лично с господином Сеси. Сегодня состоялся подробный разговор по торгово-экономическому сотрудничеству. В частности, отфиксировано, что в 2014 году двусторонний товарооборот вырос на 86%. Правда, в текущем году в первой половине и курсовая разница, и неблагоприятная конвентура сказались и на нашем торговом обороте. Произошла некоторая корректировка в сторону понижения. Мы договорились с господином президентом приложить необходимые усилия, чтобы ослабить влияние внешних факторов, вывести товарообмен на траекторию устойчивого роста. Мы договорились с господином президентом, чтобы получить результаты этих условий, чтобы получить результаты на траекторию устойчивого роста. Среди конкретных шагов по дополнительному стимулированию экономики возможно создание зоны свободной торговли, по сути. Зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом и использование национальных валют в взаимных расчетах. Содействие инвестиционному сотрудничеству, инвестиционным потокам. Отмечу, что в Египте уже действует более 400 компаний с российским капиталом. Реализуются крупные перспективные проекты. Ожидаем, что осуществляемый вклад в эту работу, существенный вклад в эту работу внесет и создаваемый совместный фонд с участием инвестиционных структур России, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Успешно продвигаются энергетические проекты. У нас в Египте работает и «Роснефть», и «Газпром», и другие наши компании, в том числе и компания «Лукоил». Один из крупнейших двухсторонних проектов – это строительство в Египте атомной электростанции по российским технологиям. Специалисты обеих стран завершают проработку практических аспектов сооружения этой станции. С учетом недавнего запуска в Египте обновленного русла Суэцкого канала обменялись соображениями по вопросам расширения производственной кооперации и возможного создания российской промышленной зоны. Важное направление сотрудничества – сельское хозяйство. Египетские экспортеры успешно используют возможности нашего рынка, которые открылись дополнительно после принятия России ответных ограничительных мер в связи с санкциями Евросоюза. В первом полугодии этого года импорт продовольственной продукции из Египта увеличился более чем на 8%. В свою очередь, Египет является крупнейшим потребителем российской пшеницы. За прошлый год наши поставки зерна составили 4 миллиона тонн, и это 40% потребности Арабской Республики. И в этой связи обсудили перспективу участия российской стороны в строительстве на египетской территории объектов зерновой инфраструктуры. Прорабатывается вопрос о поставках для нужд египетской национальной авиакомпании самолетов Сухой Суперджет-100. Россия продолжает оказывать содействие в подготовке квалифицированных кадров для Египта. Как известно, Египет превратился в одно из самых популярных мест отдыха для граждан России. В 2014 году египетские курорты посетили рекордное количество россиян, около 3 миллионов человек. И это на 35% больше, чем показатель 2013 года. Конечно, в ходе переговоров обменялись мнениями по актуальным международным вопросам. Обе стороны считают, что наращивание российско-египетского внешнеполитического взаимодействия отвечает коренным интересам наших стран. У нас общие взгляды в отношении необходимости активизации борьбы с международным терроризмом, что особенно актуально с учетом агрессивных устремлений радикальных структур, прежде всего так называемого исламского государства. Подчеркнута и принципиальная важность формирования широкого контртеррористического фронта с участием ключевых международных игроков и стран региона, включая Сирию. Разумеется, поговорили и по другим вопросам, касающихся ситуации в регионе. И в заключение хочу поблагодарить господина президента и всех египетских друзей и коллег за содержательные переговоры, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему углублению традиционных отношений дружбы и партнерства между Россией и Египтом. Спасибо. 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 Господин президент, я полностью уверен, что наша с вами встреча сегодня даст дополнительный импульс развитию наших двухсторонних отношений. Которые очень стремительно развивались в течение последних двух лет и пришли на качественно новый уровень. В рамках которого мы стремимся укрепить и расширить нашего партнерства в будущем. Особенно в свете смелых позиций российского государства под вашим руководством в поддержке воли и выбора египетского народа. В то время, когда перед нашим Отечеством стояли грандиозные и беспрецедентные вызовы. Сегодня на приговорах с господином президентом Путин мы обсудили различные аспекты двусторонных отношений между нашими странами. Мы также обсудили практические и эффективные шаги, которые необходимо предпринять для укрепления нашего сотрудничества. Во время приговоров мы с господином президентом Путин договорились о целесообразности наращивания объемов торгово-экономических и инвестиционных отношений между нашими странами. В качестве сильной опоры для развития и укрепления долгосрочных стратегических отношений между Египтом и Россией. Я выразил господину президенту Путину свою удовлетворенность достигнутым уже прогрессом в этом направлении в последнее время. Благодаря выполнению обеими сторонами своих обязательств по совместной работе в активизации механизмов сотрудничества. Думаю, что в будущем нас ждут очень большие и обнадеживающие возможности. Мы рассчитываем начать практические шаги по созданию промышленно-индустриальной российской зоны в регионе Суицкого канала. В рамках четкого представления о реализации амбициозных инвестиций и увеличении товарообмена между нашими странами. В этом же контексте в нашей совместной работе достигнуты большие успехи в последнее время. Мы очень рассчитываем воспользоваться накопленным российским опытом в этой жизненно важной области. В наши приговоры включили еще ряд важных сфер. По которым рассчитываем, что наше совместное сотрудничество будет вверх в ближайшее время. И будет продолжаться встречаться в том, что наше совместное сотрудничество будет детально рассмотрено и обсуждено во время 10-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между нашими странами. Заседание, которое пройдет в Египте до конца текущего года. На приговорах также были затронуты международные и региональные досеи, которые предоставляют взаимный интерес. Мне было очень приятно осознать совпадение наших интересов и введение решения этих вопросов. Мы в частности подтвердили необходимость политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с положениями жениевского комьюнике. Мы также подтвердили важность разрешения палестинской проблемы, включая предоставление палестинскому народу своих законных прав. Включая создание своего независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Мы также обсудили ситуацию в Йемене, в Ираке, в Йемене и последние события в Ливии. Включая способы противостояния явлению терроризма, которые угрожают нам всем. И это явление, которое принесли в Руэль-Артебатии без стимрара. Без стимрара этого бояр-мутовоттера в монтике из Шарка-Лаусат. У нас даже общее понимание относительно того, что данное явление связано с очагами напряженности на Ближнем Востоке. Что диктует нам развивать и активизировать сотрудничество и консультации между нами. Для поиска коренных решений этих проблем при гарантии целостности, единства и территориальной целостности, и безопасности стран региона. Уважаемый господин президент Путин, я хочу воспользоваться данным случаем, чтобы выразить вам искреннюю благодарность за высокое присутствие России на открытии нового светского канала. В лице господина председателя правительства Российской Федерации, что было высоко оценивано в Египте на официальном и народном уровне. И позвольте выразить вам, господин президент, искреннюю признательность и благодарность за подаренную военно-мороссийскую технику, которая приняла участие в церемонии открытия Суицкого канала. Это был очень глубокий жест, который был воспринят египтианами как доказательство устойчивости доброжелательных отношений и дружбы между нашими народами и странами. Я не могу сказать, что 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 мы совершили эту работу в последние годы и продумевали об этом. Я хочу также выразить свою удовлетворенность, достигнутым прогрессом и успехом в области развития и укрепления наших отношений в военном сотрудничестве. В области вооружения, подготовки кадров, обмен опытом, а также в области содействия по борьбе с терроризмом. Я рассчитываю на продолжение интенсивной работы по этому направлению и активизации механизмов этого сотрудничества. В рамках нашей общей заинтересованности в достижении стабильности на Ближнем Востоке и обеспечении международной безопасности. И в завершение хочу выразить вам еще раз, господин президент, благодарность и российскому дружескому народу. Признательность за теплый прием и гостеприимство. И хочу отметить, что и Египет, и Россия в последнее время подтвердили свое намерение укрепить стратегические отношения между нашими странами. Основаны на политическом и интеллектуальном сближении, на историческом наследии, основаны на дружбе и взаимном уважении между нашими странами и народами. Египет Эйден очень дорожит. Я лично рассчитываю, господин президент, на тесное взаимодействие с вами для укрепления и развития нашего стратегического партнерства и стратегических отношений в будущем. Благодарю вас за внимание, господин президент.